Что мы взяли на прошлом уроке? Почему мы изучаем эти шесть основы? Первое, чтобы наставление ученых. Для того, чтобы делать дела соответствующие. Так же, чтобы призывать к ним. Так же, чтобы не впадать в противоречие этим основам. Следующее, о чем? Для того, чтобы не впадать в противоречие. В общем, что в прошлом уроке говорили? Шесть основ, что это? Кто вспомнит их? Кто вспомнит их? Первый, по порядку, шесть основ, о которой говорили? Искренность, то есть единобожные противоречия ему являются к ширкам. То есть слушаться и подчиняться правителю. Противополучие слова неподчинения правителю и выход против него. Третья основа, то есть это объединяться на Куране и Сунне. И противоречие ему является что? Разногласия, расставление и собрание. Говорили также, что есть ученые Сунны и ученые заблуждения. Также говорили, что есть приближенные Рахмана, Милостивы и приближенные Шайтана. Также говорили, что мы должны брать знания из Хурана и Сунны. А противоречие этому является оставление получения знаний из Хурана и Сунны. То есть также мы говорили о том, что если в контекст Фурана и Сунны приходит какое-то число, то они бывают двух видов. Есть числа, которым что-то можем добавить, есть числа, которым мы ничего же добавить не будем. Сейчас мы поговорим поподробнее о первой основе. И первое, о чем мы говорили, это основа основы, это искренность, да? Ихлас перед Аллахом и противоречие ему является Ширк, многобожий. И это основа является основой призыва всех пророков и посланников. И Аллах не принимает никаких дел, кроме как с этой основой. Это является проблемой на сегодняшний день. То есть, какое бы ты делал, Аллах его не примет, до тех пор пока не будет этого условия, этого ихласа. То есть, поэтому надо уделить этому большое внимание. То есть, если кто-то говорит что-то и не стремится этими своими словами, к лику Аллаха, эти слова не будут приняты у Аллаха. То есть, как, например, имам выходит молиться с людьми, но в своем намерении он не намеревается этим самым приблизиться к Аллаху, а желает похвалы людей. Все, его молитва не будет награда за этой молитвой, потому что нету ихласа. Поэтому, когда ты молишься, то есть, ты следишь за собой, чтобы не вышел воздух, чтобы не испортился. Почему? Потому что, если выйдет газ, то испортят твою молитву, он будет недействительной. А Ширк, говорит, опаснее, чем это. Потому что Ширк делает нечетными все твои деяния. Поэтому это основа, основа Ахли Суннаху Аль-Дяма, это искренность или Ихлас перед Аллахом Субханаталем. Поэтому мы должны изучать таухид единобожий. Должны уединять Аллаха Субханаталем во всех трех видах единобожий. Также мы должны изучать Ширк для того, чтобы не попасть в него. И также должны разделять виды Ширка, большой Ширк и малый Ширк. То есть ты узнал эту основу. Ты должен делать дела в соответствии с ней, призывать к ней. То есть ты сейчас изучаешь таухид. То есть знаешь виды таухида. И делаешь дела в соответствии с единобожием. Призываешь к Нему. Изучаешь многобожие. То есть ты просишь Аллаха Субханаталем, чтобы Он удалил тебя от этого многобожия Ширка. И ты также изучаешь разновидности Ширка, большие и малые. Опасаясь этого Ширка, этого многобожия. И также предостерегаешь других от этого Ширка. Если ты увидишь, что человек впал в многобожие, в большое или малое, что ты будешь делать? То есть если мы увидим человека, который делает Ширк, как мы говорили уже раньше, мы не говорим о его положении. То есть это остается на ученых. И ученые говорят о его положении. Мы же изучаем для того, чтобы призывать и обучать этому других. То есть поэтому мы должны предостерегать людей от Ширка, будь это большой Ширк или малый Ширк. И это первая основа является самой важной основой из этих шестер. Поэтому никто в принципе не зайдет в рай, кроме искреннего человека единобожника. Поэтому очень важным является, мои братья, изучать единобожие. Особенно, говорит, надо начинать с таких книг, как «Три основы». Итак, это первая основа, вкратце ее так разъяснили. И Аллах об этом знает лучше. Рассмешку. Рассмешку. Рассмешку.